Салют подписчикам канала Atom.seo и случайным зрителям этого видео. Буквально недавно в продаже появился довольно интересный смартфон от компании Realme. Я говорю сейчас естественно про Realme GT Neo 2, который интересен прежде всего своей начинкой. Очень годное железо вкорячили в этот аппарат, поставили более-менее адекватный на него ценник и вот уже получилась вроде как безальтернативная машина для игр и для поглощения контента. Но на самом деле ребят все же альтернативы этому смартфону есть и сегодня с одной из таких альтернатив я попытаюсь сравнить этот Realme GT Neo 2. У меня был полноценный обзор на этот смартфон несколько дней назад, надеюсь вы его смотрели, кто не смотрел вот рекомендация можете пройти глянуть, ну естественно когда этот ролик досмотрите до конца. Ну а в этом ролике мы с вами как раз порассуждаем немного о целесообразности покупки Realme GT Neo 2 и поговорим об этом смартфоне с оглядкой естественно друзья на прямого на мой взгляд конкурента в лице Poco F3, который нам уже хорошо знаком, потому что смартфончик этот относительно не новый и все плюсы и минусы его по большей степени известны. Тем не менее ребят я напомню, что я создал канал в телеграм, который называется необычная с алиэкспресс, там каждый час публикуются самые интересные находки с алиэкспресс, естественно с ссылкой на покупку. Плюс для всех кто любит халяву я публикую там актуальные купоны и промокоды на максимальные скидки. Сейчас на алиэкспресс идет предновогодняя распродажа и сейчас самое время покупать смартфоны ну и вообще совершать какие-то крупные покупки в подарок или себе, потому что цены самые адекватные за весь год. Так вот с учетом скидок заходите на канал, собирайте купоны и промокоды и покупайте еще дешевле. Ну и подписывайтесь, кому интересно, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Так вот начнем наверное с того, что Realme GT Neo 2 это действительно новый смартфон, который вышел на полгода позже, чем Poco F3. Вот такая вот у него массивная серьезная коробка Realme GT Neo 2 и тут сзади естественно расписаны характеристики смартфона и вот такая вот скромная коробочка у Poco F3. Тем не менее, друзья смотрите, Realme GT Neo 2 вышел на полгода позже, чем F3. Я не хочу говорить, что тут учли все какие-то ошибки, потому что это вообще в принципе разные прежде всего компании вообще-то и вот тут как раз появляется тот самый момент, который может повлиять на выбор. То есть тут вы выбираете, что вам ближе и привычнее Realme или Poco? Ну условно говоря Xiaomi. И тут выбор будет идти не только на ваше личное расположение к бренду, но и на удобство использования в плане программного обеспечения. Телефоны эти оба работают на андроиде, конечно, но оболочки у них разные. Я не хочу забегать вперед, давайте опустим вообще все эти субъективные суждения и посмотрим на устройство как бы с чистого листа. Первое, на что мы всегда обращаем внимание при выборе, это естественно цена, друзья. Так вот, Realme GT Neo 2 на том же Алиэкспресс можно урвать вот именно сейчас в период распродажи за 29 тысяч, а используя промокод на 1700 рублей можно, соответственно, купить еще дешевле. Эти цены актуальны на момент записи ролика, я не знаю сколько сейчас стоит смартфон. По ссылке в описании можете пройти, посмотреть, ребят. Я ссылку и промокод оставлю под видео. Так вот, а Poco F3 у нас без всяких промокодов стоит уже дешевле, то есть 24 тысячи рублей. Разница в цене, конечно, не слишком существенна, но она есть, причем она есть в пользу F3. Второе, на что мы обращаем внимание при покупке, а может быть даже и первое, на что мы обращаем внимание, это дизайн аппаратов. Мне нравится вот как выглядят последние модели смартфонов Realme. В линейке GT особенно мне это нравится, потому что реально чувствуется, что производитель заморачивается над дизайном. Например, вот тот же GT Master Edition очень интересно выглядит. Что-то новенькое вот в этой вот серой безликой толпе смартфонов. Ну и наш сегодняшний герой, если не сказать, что имеет какой-то необычный дизайн, то уж точно выглядит строго и лаконично. У меня этот аппарат в черном цвете, именно так этот цвет называется, и он тут действительно черный, друзья. Ну, может быть, под какими-то углами света есть темно-серые оттенки. Есть еще такой же аппарат в синем цвете, который типа градиент, и есть необычный зеленый корпус, вот тут вот с черной полоской, но, по-моему, в России его официально не продают. Блок камер тут тоже смотрится сдержанно довольно, он слегка из корпуса выпирает, ну и в целом создается впечатление такого дорогого устройства. И внешне это впечатление создается и тактильно, потому что крышка вот тут стеклянная, она матовая, и она не собирает отпечатки пальцев. Боковухи у смартфона, к сожалению, уже пластиковые, и в комплекте еще плюс ко всему кладут вот такой вот классный фирменный чехол. Он также матовый, и у него вот эти боковые грани глянцевые. Чехол стильный, красивый, и даже не создается желание купить какой-то новый чехол на том же Алиэкспресс. Теперь, что касается Poco F3. У него, в принципе, все то же самое. Сзади тут стекло, боковухи также пластиковые, но крышка, ребят, тут глянцевая. Да, это, конечно, тоже красивая, но она заляпывается на раз-два. Я специально не стал тут протирать смартфон этот перед обзором, чтобы вы видели, как вот в реальной жизни выглядит эта крышка и насколько она заляпывается. То есть с точки зрения практичности это неудобно, но красиво, спору нету. Блок камер тут, кстати, тоже относительно сдержанно выглядит, то есть не стали сюда лепить какой-то огород из ненужного хрома, каких-то надписей, ну и какой-то проще вот этой вот фигни, как любят китайцы делать. Он тоже из корпуса не особо сильно выпирает, ну и вот такой вот уже в комплекте чехольчик идет простенький. Можно, конечно, с этим чехлом ходить, но вы, скорее всего, задумайтесь о покупке какого-то другого, более симпатичного чехла с алиэкспресс. Я, например, на свой Poco X3 вот такой вот чехол взял. Смотрите, у него полноценная защита для блока камер, то есть вот тут вот на F3 у нас получается чехол камеры не защищает, относительно, да, а вот такие вот чехлы с алиэкспресс защищают блок камер. Они разных цветов есть, такой вот простенький недорогой чехол. Он есть и на F3, и на Realme, и на любые совершенно модели смартфонов. По габаритам эти оба телефона совершенно одинаковые, друзья, на глаз, в руках они лежат удобно. Именно удобно настолько, насколько это возможно для лопат. То есть смартфоны эти не маленькие, они меньше, чем наш любимый Poco X3. Я сейчас обращаюсь к моим зрителям, друзья, которые смотрят это видео с X3. Я знаю, что таких много, друзья. Ну и также, например, если сравнивать с такими интересными смартфонами, как тот же GT Master Edition, ну или, например, OnePlus Nord 2, который сейчас на распродаже сильно, кстати, подешевел. Я про это снимал видос, можете посмотреть. Так вот, что Neo 2, что F3, друзья, они большие. Поэтому этот момент учитывайте при покупке, и если есть возможность покрутить эти смартфоны в руках в офлайн-магазине каком-то около дома, то воспользуйтесь этой возможностью. Естественно, с учетом габаритов сам собой напрашивается вопрос эргономики, то есть, говоря по-русски, удобство использования. И вот в этом плане Realme предлагает нам не самые привычные для пользователей китайских смартфонов Moment, то есть, кнопки громкости у смартфона расположены на левом торце. Я в комментариях видел, что многим это не нравится расположение кнопок громкости. Кнопка питания уже привычнее находится на правом торце. Кнопка эта обычная, она без сканера, отпечатка пальца, потому что сканер в телефоне подэкранный. Внизу, смотрите, у нас есть динамик, причем в телефоне есть стереозвук, тут слуховой динамик используется как слуховой и как мультимедийной одновременно, и мы получаем вполне качественный стереозвук при вот таком вот горизонтальном использовании смартфона. И что я считаю важно, мы при этом использовании горизонтальным ладонью отверстие динамика не перекрываем, то есть, динамик расположен удачно в этом плане. И вот относительно горизонтального использования, тут также удачно расположена и фронтальная камера. То есть, в этот угол мы меньше всего обращаем внимание. Ну и, условно говоря, полезная площадь экрана получается визуально больше. К сожалению, в смартфоне в этом нету разъема под наушники классического 3.5. Сейчас мне вспомнился лозунг, здесь могла бы быть ваша реклама. Так вот, ребят, здесь мог бы быть разъем 3.5, но на его месте находится слот под сим-картой. Сюда две симки можно воткнуть, под карту памяти места в этом лотке не нашлось. И самое интересное, что вот, например, POCO F3 при рассмотрении нижней грани предлагает абсолютно тот же самый вариант с теми же расположениями элементов и также со слотом только под две сим-карты. Ну, далее есть просто колоссальные отличия. Во-первых, все кнопки находятся тут на правом торце. Сразу обращаю внимание, что в кнопку питания сюда вшит сканер отпечатков пальцев. Да, не так технологично, может быть, для кого-то не так понтово, хотя эти аппараты вообще не про понты, зато в какой-то степени удобнее, а может быть, даже и просто привычнее. И точно могу сказать, что в производстве вот такой вот сканер дешевле, чем подэкранный, а значит, в конечном итоге все это дело влияет на конечную стоимость смартфона, короче говоря. И в телефоне в этом тоже имеется стереозвук для улучшения качества звучания, отверстия слухового динамика тут продублировали на верхней грани, и действительно качество звучания тем самым улучшили, при разговоре по телефону вас слышат все окружающие, причем даже на самой низкой громкости. Огромным плюсом я отмечу наличие ик-порта тут для управления бытовой техникой, кто пользовался Xiaomi, тот меня поймет. Ну и фронталка тут, смотрите, друзья, расположена уже посередине, плюс ко всему она имеет такую серебристую окантовку, вот чтобы вам лампа это не отражала, вот смотрите, есть вокруг фронталки серебристая окантовка, чтобы вы не забывали, что фронталка тут есть и она у вас по центру. Далее хочу сказать, что рамки экрана у обеих аппаратов довольно тонкие, выглядит все круто, бюджетностью тут, скажем так, не пахнет, и если, давайте пройдем в AIDA 64 и посмотрим характеристики экрана. Так вот, ребят, смотрите, характеристики тут в принципе одинаковые, то есть это AMOLED матрицы с разрешением 1080 на 2400, но если приглядеться, то мы увидим существенные отличия в этих характеристиках. Казалось бы, телефоны на глаз одинаковые по габаритам, но нет, f3 у нас чутка побольше, и получается, что дисплей у Neo 2, обратите внимание, на 6,62 дюйма, а вот дисплей f3 уже на 6,67 дюйма, а соответственно и плотность картинки разная у этих экранов. При одинаковом разрешении мы получаем 398 ppi против 395 ppi у f3 соответственно, но могу сказать, что на глаз вот эта вот разница в качестве картинки нифига не видно, друзья. Картинка плотная, четкая у обоих смартфонов, экраны эти поддерживают HDR и HDR10+, и момент этот особенно отражен в настройках экрана. Давайте пройдем, посмотрим вообще, что там есть интересного в настройках экрана, на том и на другом аппарате. Где тут экран? А, вот. Смотрите, значит, понятно, что мы можем выбрать режимы, то есть светлый или темный, и вот что круто, в Realme, кстати говоря, при выборе темного режима мы можем этот режим настроить, то есть можно выбрать оттенок темного режима, от более светлого до настоящего насыщенного черного цвета, который может предложить нам AMOLED-матрица. Естественно, помимо выбора режимов, есть тут и такие банальные функции, как защита глаз, то есть режим чтения. Можно настроить цветовую температуру экрана, от более холодного к теплому выбрать какой-то цветовой режим предустановленный или настроить свой. Все то же самое доступно и в настройках Poco F3. Но, друзья, в чем же отличие? В Realme у нас есть такие функции, как повышение резкости видео и улучшение цветопередачи видео. То есть при включении вот этой фишки SDR-формат будет конвертироваться в HDR, прям вот как на Android TV-боксах. То есть тут как раз четко задействована поддержка HDR. И если мы пройдем в дополнительные настройки, то тут можно будет включить яркий режим для HDR-видео, то есть яркость при воспроизведении видосов с HDR будет увеличена. Также тут можно выбрать частоту обновления картинки. И в отличие от Poco F3, в котором просто доступно 60 или 120 Гц адаптивных, тут можно выбрать либо 60, либо 120. Но вы сами вольно решить, будут ли эти 120 Гц адаптивными или будут они постоянными. Увы, но на Xiaomi зафиксировать частоту нельзя. Тем не менее, в настройках экрана Poco F3 есть такой раздел, как система визуализации с помощью искусственного интеллекта. В этом разделе мы можем включить HDR улучшения, тут я думаю все понятно, и мы можем включить функцию Mi AMC, которая ранее была только доступна на телевизорах. То есть функция эта добавляет дополнительные кадры в видео и увеличивается плавность отображения. То есть, например, у нас было 24 кадра в видео, а стало грубо говоря 60 кадров. То есть картинка становится более плавная и более четкая. Ну и поскольку это у нас AMOLED-матрицы, друзья, то им присущи такие банальные проблемы, как вездесущий шим и выгорание. По поводу шима. На камеру сегодня вроде как не мерцают что-то эти экраны. Наверное, я камеру настроил, ну или настроение у экранов другое. Короче говоря, обычно при обзорах смартфонов с AMOLED-матрицей на мою камеру экраны заметно мерцают. Ну и, друзья, никто не отменяет тот факт, что AMOLED-экраны действительно подвержены мерцанию. То есть у них есть особенность, которую называют шим. И если вот этот шим на камеру видно, то на глаз мерцание это не заметно. У меня нету каких-то приборов измерения шим, но по информации из интернета шим POCO F3 490 Гц, шим NEO 2 531 Гц. Убавить мерцание можно. Можно это сделать с помощью функции DC Dimming, но вот в NEO 2 эта функция есть. В настройках, а вот в F3 функции DC Dimming я не нашел. Ее там нету. По яркости, кстати, экран у F3 более яркий, то есть 720 нит против 662 у NEO 2. Далее, ребят, я не хочу углубляться тут вот в эти вот оболочки смартфонов. Все мы знаем, что такое оболочка MIUI. Про оболочку Realme UI я тоже как-то делал обзор. Кто не смотрел, можете глянуть по рекомендации. Оболочки эти, в принципе, плюс-минус похожи. По настройкам они похожи, по фишкам, да и по внешнему виду в общих чертах похожи. То есть тут рабочие столы, на которых можно выносить приложения и группировать их по папкам, и есть также выделенное меню с приложениями. Глобальные отличия во внешнем виде кроются вот именно в шторках, то есть на MIUI шторка больше походит на iOS, а на Realme UI больше похоже на Android. Я не буду говорить тут, какая оболочка круче, чтобы не вызвать какую-то волну хейта и массу споров. Скажу только, что оболочки эти обе интересные. Они помогают более тонко настроить смартфон, работают они быстро, стабильно, ну и часто получают обновления. Одним из главных козырей Neo 2, впрочем, как и Poco F3, является, естественно, процессор, друзья. В телефоне установлен довольно мощный процессор от Qualcomm. Это чип Snapdragon 870. И вот как раз он позволяет телефону работать шустро, запускать, естественно, все современные тяжелые игры. То есть смело можно заявлять, что аппараты эти прекрасно подходят для игр. И, например, F3 это, как мы помним, брат-близнец Redmi K40, и Xiaomi выпустили особенную версию геймерскую, вот как раз Redmi K40. В общем, я к тому это говорю, что смартфон действительно мощный, и, в принципе, если вы даже не играете в игрушки на смартфоне, то запас производительности отразится на быстродействии работы системы. То есть быстрее будет открываться приложение, быстрее будет отрабатывать анимация, ну и как-то визуальный интерфейс будет работать быстрее. И из-за этого приятнее намного и комфортнее будет пользоваться телефоном. В этом плане оба этих смартфончика вас порадуют своей мощностью. И чтобы вот это вот сравнение было каким-то более объективным, я сделал скриншоты из теста Antutu. Давайте я покажу вам результат Poco F3. Он довольно внушительный, 673 тысячи баллов набрал смартфон в Antutu. Теперь я покажу вам тот же результат Antutu, но на Neo 2. И вот, казалось бы, при том же железе смартфон набрал 725 тысяч баллов. И разницу между этими результатами, мне кажется, тяжело назвать погрешностью. Разница получается, ну, приблизительно в 50 тысяч баллов. Я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол. Потому что железо, в принципе, одинаковая. Объем памяти тоже одинаковый. То есть это смартфоны на 8128. Причем у Poco оперативка быстрее. LPDDR5 против DDR4X у Neo. Накопитель одинаковый по скорости. Это UFC 3.1. Но вот Neo 2 по синтетическим тестам, как видите, мощнее. При практическом использовании, естественно, эта разница не ощущается. Далее, ребята, смотрите. В Neo 2 вкорячили три модуля камер. 64, 8 и 2 мегапикселя. Я в полном обзоре рассказывал, что камера это неплохая. С помощью нее можно спокойно делать какие-то качественные снимки для домашнего просмотра. Снимки получаются неплохими при хорошем освещении. При плохом освещении уже, естественно, там появляются закономерные шумы и так далее. У F3 камера по характеристикам похуже. 48, 8 и 5 мегапикселей. Модули все схожего назначения. То есть основной, ширик и макромодуль. Я не хочу сейчас какое-то глобальное сравнение камер тут делать. Просто хочу сказать, что оба этих смартфона, они не камерафоны, друзья. Если вы заморачиваетесь мобильной съемкой, то возьмите что-нибудь другое. Телефоны эти снимают неплохо, можно на них спокойно накатывать и гугл камеры, чтобы как-то повышать качество снимков. Вот я, например, на свой Poco X3 Pro накатил гугл камеру, настроил ее. Как это сделать, как настроить ее, я рассказывал вот в этом ролике. Кому интересно, проходите, смотрите. Также наверняка вы уже заметили, что сейчас производители устроили некую гонку, в которой соревнуются скоростью зарядки. И вот если, например, полгода назад казалось бы, что быстрая 33-ваттная зарядка Poco F3 это круто, что она реально действительно быстрая, то сейчас уже смартфоны подобного класса заряжаются 65-ваттными зарядками. Вот у Neo 2 в комплекте как раз идет вот такой блок на 65 ватт. Батарея в Neo 2 на 5000 мАч, в Poco объем батареи 4520 мАч вроде. И в итоге у нас Neo 2 благодаря вот этой быстрой зарядке заряжается быстрее, где-то на полчаса, ну и заряд держит дольше. Вроде бы, друзья, это как бы все ключевые отличия между вот этими крутыми несомненно трубками. Давайте подытожим весь вот этот винегрет и я, короче, скажу, почему стоит покупать, например, Neo 2. Основной модуль камеры у Neo 2 покруче, батарея тут большего объема с 65-ваттной зарядкой, смартфон этот новее на полгода. Это, пожалуй, основные отличия. Я не говорю тут о программном обеспечении, о прочих каких-то субъективных аспектах выбора. Это вы сами для себя решите. Я говорю именно только о железе, о таких прям серьезных отличиях в плане технической стороны вопроса. Чем круче у нас Poco F3? У него более быстрая оперативная память LPDDR5, яркость экрана выше, отсутствует DC-dimming в настройках экрана. Это, конечно, минус. Далее, что тут? В телефоне есть инфракрасный порт, есть сканер отпечатка пальцев в кнопке. Для кого-то это может быть привычнее. Ну и кнопки все справа, хотя это уже субъективное дело привычки, друзья. В общем-то, наверное, и все. При выборе Neo 2 есть, в принципе, за что переплачивать. Причем переплачивать приходится немного, как показывает ценник. Хотя, если выбирать F3, то есть и за что недоплачивать. То есть выбор сложный, друзья. Короче говоря, оба этих телефона классные. Сейчас, напомню, лучшее время, чтобы урвать их с хорошей скидкой. Все интересные ссылки я оставлю в описании. Спасибо вам огромное, что досмотрели ролик до конца. Если хотите, подписывайтесь на канал. На этом все. Всего вам доброго и до скорых встреч.